Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И сейчас мы с вами едем с Лоу, едем до Дагомысом, едем поснимать с вами объекты. И сейчас посмотрим все-таки, что себя чувствует, как себя чувствует на поворотах водитель. Отдел я себе камеру, вот здесь, да, вы, наверное, видите в зеркале. И попробуем мы сейчас с вами поехать. Сразу говорю, снимаю я одновременно дорогу, одновременно еще и навигатор. И вот здесь, конечно, мне мешает, вот, говорят водители, который кое-как ползет. Мы, в общем, сейчас постараемся мы его где-нибудь опередить, потому что, ну, так вот ехать, ну, это больше невозможно. Итак, давайте посмотрим, в целом, как вас пугает серпантин. Серпантин у нас нормальный, можно истерпеть чуть-чуть. Ничего плохого нету. Сплошная линия. Поставил я режим у нас спорт. Видно, что она горит красненьким. Для того, чтобы педалька была газа более такая чувствительная. Точнее, да, просто была чувствительная. Просто сейчас у меня есть один из подписчиков, который постоянно меня поправляет. Говорит, я когда тебя слушаю, говорит, просто хочется взять просто и, не знаю, и ударит тебя, говорит, учебником русского языка по голове. Поэтому я сейчас стараюсь разговаривать правильно. Я сейчас стараюсь выбирать правильное выражение. В общем, над собой работаю. Правильно говорят. Перед тем, как начать учить английский, сначала выучить в совершенстве русский язык. И разговаривать уже, наконец-то, по-русски. Сейчас вы видите, да, что у нас особо не было никаких... Сейчас мы с вами возьмем, все-таки доедем. Продают у нас цветочки. Очень много цветочек вдоль дороги. Вот так вот у нас. У нас не такие большие скоростя. Сейчас все-таки мы эту Мазду опередим, потому что я знаю, что Мазда, она не едет нифига. И поэтому... Поэтому, конечно же, ему тяжело. Здесь у нас повороты сейчас будут на 360. Давайте я специально немножко упущу и покажу вам, как это все происходит. Что себя чувствует во водителях? Сразу говорю, рекомендую все-таки вам держать руль двумя руками. Вот так вот, да? Потому что все-таки есть возможность, чтобы вас, ну, не знаю, там, выкинуть, вылететь. Непонятно куда. А вот здесь мы сейчас с вами проезжаем те самые дома, которые у нас строят Герман Александрович. И дом можно купить за 5,5 миллионов рублей. Ну, конечно, не самый лучший по качеству, не самый хороший, но полностью соответствует заявленной стоимостью. Осталось у нас до Дагомыса всего лишь 2 километра. В общем, лоу до Дагомыса состояние довольно-таки маленькое. Здесь мы ориентируемся с вами на санаторий Белые ночи. И я не пойму, это надо, скорее всего, с Авдеп, потому что там окна даже деревянные стоят. Я не знаю, как они там выживают, деревянные окна. В общем, смотришь на этот санаторий, страшно становится. Также коттедж и поселок называются у нас Белые ночи. В общем, в принципе, можно ехать спокойно, расслабленно. Никто вас не пугает. Я думаю, что здесь у нас... Я считаю, что комфортно. Да, когда у нас идут такие большие грузы, конечно, страшно. Страшно, как он будет поворачивать, чтобы нечаянно он не перевернулся. Страшненько. Но в целом, я думаю, терпимо. Да, все. Сразу чувствуется, что дорога пошла в гору, да? У нас маленькая грузовая машинка не выдерживает. Но тяжело дается. Ему очень тяжело дается подъемы. Когда ты едешь расстояние, например, с Краснодара, и когда ты уже проезжаешь Лоу, у тебя такое облегчение. Блин, наконец-то! Как хорошо! Все. Некоторые раз уже быстрее бы сдохнуть. Ну, да, такие повороты есть, да? На 180 градусов. Даже на 360, извиняюсь, даже на 360. Просто сразу раз и в одноборотное направление. Очень тяжело едем. Медленно едем. Но это особенность серпантина. Можно, как говорится, взять у нас и попасть. Все. Догнали мы второй. Маленький грузовичок. Вроде, смотрите, да, машинки маленькие, но все равно, да, не могут в нее быстро придвигаться. Сейчас мы с вами проезжаем последний рубеж. Еще чуть-чуть будем. Вот санаторий Симашка. Там уже у нас улица Симашка. Да, все верно я сказал. Санаторий Симашка у нас ушел наверх. Я думаю, почему так много лыжников едет? Все, я понял. Потому что у нас же завтра четверг, 8 марта, а выходной у нас 8, 9, 10. Я думаю, что же у нас такое случилось? Все. Теперь, ребят, понятно. А я так даже потерялся со своей работой. Честно скажу. Мы работаем. Просто любой ваш звонок, и я буду на месте. Как же мы тяжело ползем. В общем, сейчас доезжаем до Дагомыса. А вот уже после Дагомыса уже дорога комфортная. После Дагомыса мы до Сочи можем доехать буквально за 8, за 10 минут. Здесь, да, здесь тяжело. Места для маневров у нас нету. Соответственно, приходится потихонечку выползти. Ну и вот особенность данного участка дороги. Хотел как-нибудь взять в поворот, войти, чтобы вы могли посмотреть, как у нас водитель чувствует себя. Нет. Ну, ничего. Все, видите, спокойно. Непонятно, как здесь. Ну, все спокойно, все хорошо. И не знаю даже. В общем, видео, наверное, не получилось такого формата. Хотя, конечно же, хотел для вас сделать дорогу более интересную. Чтобы она там у вас захватывала за душу. Здесь гаишники. Если гаишник меня тормознет и увидит меня вот в таком виде, он просто офигеет. Скажет. Скажет. Очередной Бэтмен. Очередной Бэтмен. Все, ребята. Сейчас мы с вами увидим море. Красивое море. Красивую смотровую площадку. И здесь со смотровой площадки мы видим с вами жилой комплекс Каравелла Португалии. Тоже сегодня заедем. Поздороваемся. Узнаем, как у них дела. Ну и вот, ребята, мы доехали с вами на Дагомысо. Слово на Дагомысо 10-11 минут. Даже не в самом лучшем цвете. Ну и сейчас давайте мы все-таки зайдем на Каравелла Португалии. Посмотрим, что там у нас есть. Какие-то у них сейчас цены. Ну и, конечно же, я вам все это озвучу. Перед нами вырос солнечный Дагомыс. Жилой комплекс. Красивый, высокий. Синий перед нами. Это жилой комплекс Босфор. За ним такой тоже у нас вырос. Это у нас жилой комплекс Кватро. В общем, все хорошо. И даже замечательно. Все, потихонечку мы доехали. Сейчас поверем с вами в сторону Каравелла Португалии. Чтобы вы понимали, где он находится. Потому что не все у нас знают. Улица Армавирская. Ну да, вот если посмотреть, все-таки больше у нас здесь женщин. Больше бальзаковского возраста. Потому что, наверное, здесь все-таки у нас в Дагомысе немножко скучновато. И делать нечего. Смотрите. Сейчас мы с вами не можем проехать. Это у нас осень. Представляете? Ой, осень. Весна. Представляете, что здесь творится летом. Летом здесь проехать просто до своего жилого комплекса. Будет просто днище. Все, давайте с вами проедем. Все, привезли уголь. Как положено. Женщина должна разорваться деньги. Разгрузить сейчас весь КамАЗ с углем. Ну и сейчас мы с вами едем. Ну куда ты? Давай. Куда прижимайся? Все понятно. Правый руль это у нас, знаете, правый руль это у нас, не знаю, это приговор. Они показывает практика, кто у нас катается на правом руле, они все себя чувствуют ущемленным. Все себя чувствуют. И поэтому они никогда в жизни дорогу не уступят. Никогда в жизни не подвинутся. Видят, что на его полосе препятствия. И он все равно там непонятно как встал и все. Ну и считаю, что все-таки надо менять машину ему в лучшую сторону и уже будет понимать, как и что. Ну и так, народ у нас на Армавирске есть. Все, ребят, сейчас доведем с вами до жилого комплекса. По дороге мы с вами зайдем еще на пляж. Сниму немножечко пляж. И потом мы с вами сделаем битву пляжей. Где же у нас пляж лучше в межсезонье? Вот эти мужики тут с Королева, Португалия. Скорее всего с АЛК+. Ой, АЛК+, просто с Королева, Португалия. Ну и давайте все-таки доедем до конца. Значит так, все мы потихонечку видим. И так, ребят, мы с вами проезжаем стройку, которая называется Королева, Португалия. Здесь у нас уже еще два дома вырастает. Сейчас я узнаю, какие цены, почем. Ну и, конечно же, поставлю вас в известность. Все почти у нас лавки сувенирные закрыты. Остались только самые стойкие. Температура плюс 17 градусов. Все, ребят, пока. ПОДПИШИСЬ. ВЫСТОВИТ